Я не вижу своего будущего, я не могу планировать свое будущее. Я живу практически, вот, ну, прожила, и слава богу. Я могу планировать максимум, я не знаю, на два месяца вперед. Что будет дальше, я не знаю. Честно, откровенно, каждый день качели, бросить все к чертям собачьим и поехать помогать, хоть как-то, хоть чем-то. Журналисты «Барец Абзервер» поехали в поселок Мехам на севере Норвегии, чтобы рассказать о швейной мастерской, открывшейся там в начале июля. А в итоге нашли истории трех женщин из Украины, которые оказались в Арктике. Они попали сюда разными путями, но всех их объединяет одно. Они лишились своего дома в Украине и теперь строят жизнь здесь, в крошечном, но очень красивом рыбацком поселке на краю земли. Их судьбы оказались странно переплетены через бизнес, любовь к труду, общие интересы и боль за свою родину. Первых 40 килограмм, это было как... Когда я вам рассказывала о том, что я ударила три лодки при выходе, не знала, как управлять, что делать. И это был пробный просто выход. Я хотела понять, смогу я это делать сама или нет. Я не понимала эхолота, я не понимала, где я, что мне делать, куда выходить. И вот я помню это ощущение первое, когда выкидываешь крючки, и машина у тебя первый раз запищала. Поднимаешь, и вот это первый раз чувствуешь свою рыбу, свой улов в руках. Гонялась я за рыбой целый день. За 12 часов я поймала всего лишь 40 килограмм. На фабрике, понятное дело, все с улова смеялись. Но для меня это был первый толчок для того, что... Сегодня было 40, завтра будет 4 тонн. Юлия Анохина, родом из Львова. По специальности инженер компьютерных систем и технологий по защите информации. Работала преподавателем во Львовском политехническом университете. В 2012 году уехала на заработки в Москву. Оттуда в 2015-м переехала в Норвегию, в Мехамр. Здесь у Юлии своя лодка, на которой она ловит рыбу. Своё кафе и магазин восточноевропейских товаров. А также цех по обслуживанию снастей для рыбаков-прибрежников Финмарка. У Юлии трое детей, но свою среднюю дочь она не видела очень давно. Её бывший супруг живёт в России, куда увёз девочку из Украины, не спросив согласия жены. Юлия с трудом нашла контакты дочери и сейчас может общаться с нею, но очень редко и только по телефону. Это был 2012 год. В Украине был большой финансовый кризис. Единственным вариантом при моём образовании выехать куда-то за границу, это был выезд в Москву, в Россию. Это было из-за того, что у меня допуск в гостайне был. В феврале 2012 года я выехала в Москву. Сын у меня был во Львове, дочь у меня была где-то в России. Я выезжала из нашей квартиры, из нашей постели. Я уезжала на пару месяцев подзаработать и приехать домой. После начала вторжения, в 2014 году, я имею в виду официального вторжения, не ситуацию с Крымом, а с Востоком Украины, на то время на границах не спрашивали разрешения на вывоз ребёнка. Родители моего бывшего мужа, они были не гражданами, а они были выходцами из России. Мне позвонили на мой московский номер, сказали, что они по дороге в Оренбург остановились в Москве. Если я хочу увидеть дочь, я могу подъехать. Последний раз, когда я видела мою дочь, это было 6 мая 2014 года, я её услышала. Я нашла имейл, который был похож на имейл моей дочери, то есть Виктория Анохина. Я отправила туда свой норвежский номер телефона и просто написала «мама». В 2019 году у меня зазвонил телефон, зазвонил WhatsApp. И когда я подняла трубку, я услышала «мама, привет». Мы с ней смогли поговорить, наверное, минут 10-15. Потом связь прервалась. И через 2 часа мне приходится сообщение «мама, папа телефон отобрал». Она прислала мне фотографии многочисленных побоев на теле, где она мне написала, что папа над ней издевается и психически, и физически. Я поехала в Москву или в Обнинск забирать дочь. Я позвонила на границу, я поговорила с пограничниками с российской стороны. И мне сказали, что без разрешения на вывоз ребёнка мне никто ребёнка не пропустит. Ну и на тот момент было принято решение, что будем бороться. Я выходила на связь с обмонсменом в Калужской области. Мне пришло большое письмо, я не помню, сколько страниц от обмонсмена. Суд был без меня, меня никто не предупредил, присутствия адвоката не было, то есть ничего не было. Пришло просто решение суда, что служба опеки Калужской области считает, что ребёнок в полной безопасности, ей ничего не угрожает. И просто в 21-м году мне пришло окончательное решение, что ребёнок уже в том возрасте, когда он будет решать сам, где жить. Как мне правильно объяснила сотрудница службы опеки в Обнинском районе, то что я могу хоть головой в стену биться, мне ребёнка никто не даст, потому что я в Норвегии, а папа в России. Ну, я поняла, что всё. Что это был последний раз, когда мы гуляли по Красной площади, вместе ели мороженое. Мы поддерживаем какие-то контакты, я имею в виду, время от времени мы списываемся. Например, последнее, что я знаю, она мне писала, что папа воюет под Донецком со стороны России. Гражданин Украины, который выехал в Москву, воюет со стороны России. То есть дочь даже не знает, где он, что он. Ярость. И отвращение. Если бы я могла туда дойти, я бы разорвала его своими руками. Вот недавно мы, наконец-то, повесили на место наш флаг. Тот, который вызывал возмущение у местного русскоязычного населения. С 24 февраля 2022 года. Я начала получать сообщения в мессенджере, в снапчате, в ватсапе, в вайбере от 10-12 людей о том, что мы тебе разобьём магазин, если ты не снимешь флаг. Мы перестанем приходить к тебе в магазин, мы будем бойкотировать твой магазин. Потом мне начали приходить личные сообщения о том, что вот ты повесила флаг, значит, ты бандеровка, таким, как ты плодиться нельзя. Зачем ты вообще рожала? Вас надо уничтожать. Будь осторожна с тормозами в машине, потому что очень часто отказывают. На это всё было заведено дело норвежской полиции. Самое смешное было то, что, как бы, когда ты проживаешь столько лет в одной из самых безопасных стран Европы, для меня это было непонятно, почему граждане Латвии, Литвы, Польши могли позволить себе такое сказать. Магазин — это идея Юли, которая поделилась с нами ещё в первый наш приезд в 2021 году. Ну, тогда она вела украинские товары, да, но в основном, да, восточноевропейские. Но сейчас потихоньку к этим товарам, к этим продуктам присматриваются норвежские потребители. Они приходят, они знают, зачем они приходят, то есть это пельмени, вареники. Они сначала не понимали, да, что это, да, но когда они попробовали, они оценили эту продукцию. Знаете, что у нас было, и это, наверное, это, наверное, было, знаете, я сама говорю, у меня аж такой, что этот, я приехала, и у Юли стоит соль, соль Артёмовского завода. Артёмовск — это старое название нынешнего Бахмута. И когда я приехала, у нас это стояла Артём Соль, и когда, значит, ну, как бы Бахмут стали просто, да, ну, стирать с лица земли, то у нас приходили и, как бы, покупали эту именно соль, как, больше уже как какой-то памятный знак и как сувенир. Сейчас у меня её соли нет, но её регулярно прямо приходят и спрашивают. У вас была вот эта соль, у вас была вот эта соль, но соли нет, как, впрочем, и, к сожалению, Бахмута. Людмила Белозёрова родом из Луганской области Украины, но на севере живёт уже 15 лет. В 2009 году она приехала на Свальборт, где работала бухгалтером и экономистом в российском государственном тресте «Артикуголь». Там она познакомилась с Тимофеем Рогожиным, который возглавлял туристическое подразделение «Треста», но вынужден был покинуть его в 2021 году после акции в поддержку Алексея Навального. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Людмила и Тимофей переехали в Мехам. Людмила работает в Юлином магазине и в собственной швейной мастерской, где занимается дизайном, вышивкой, а также отвечает за финансы. История с севером началась со Свальборта. В 2009 году нас пригласили работать на Свальборт. В 2014 году приездом Тимофея Рогожина на Свальборт компания «Артикуголь» стала развивать интенсивными темпами туризм. С 2015 года по 2021 мы очень интенсивно занимались развитием туризма в Баренцбурге. Хотя мы были больше заняты в туризме, но фоном же вся эта картина, маслом российского поведения, ведения внешней политики, она же никуда не девалась. Мы жили с этим вот прям бок о бок, и на всех это оказывало влияние. И Тимофей у нас, он молчать точно не умеет, очень активен в соцсетях. Была острая реакция того же генконсульства в Баренцбурге, российского генконсульства. Ему выносили предупреждение руководства, ты работаешь в государственном предприятии, поэтому ты должен молчать. Когда в России выходили митинги на улице, связанные с протестом по отношению к Навальному, и когда силовики разгоняли эти демонстрации, значит, работники школы нашей, работники нашего туристической компании Грумент вышли на протест, это попало в соцсети, и это раскрутился маховик вот этой всей истории. Тимофею предложили написать заявление по собственному желанию и уволиться из Треста. Мы не могли это принять, мы не понимали, как мы должны дальше работать в таких условиях. Значит, весь руководящий состав, менеджерский состав основной, все в течение месяца написали заявление об увольнении и расстались с Трестом Ротикуголь. После ухода из Треста Тимофей и Людмила продолжили заниматься туризмом на свальборде и параллельно открыли там самую северную в мире швейную мастерскую. Переезжая в Мехамн, они забрали ее с собой и недавно снова открыли. Здесь шьют худи, шапочки и зимние повязки на голову. Главный человек в мастерской – Юлия Литвинова. Она профессиональная закройщица, родом из Луганской области. В 2014 году Юлия была вынуждена уехать из родного города после появления их тамнетов – российских военных без опознавательных знаков. Жила в Харькове, а потом по приглашению Людмилы переехала на свальборт делать сувенирную продукцию в мастерской. После ухода из Треста Тимофея и Людмилы Юлия последовала за ними в Лонгер, а летом 2023 года переехала в Мехамн и теперь делает то, что умеет лучше всего – шьет. В 2014 году я жила, работала в Луганске. У меня были, конечно, грандиозные планы, потому что Луганск мне очень нравился. У меня было все прекрасно. У меня была очень хорошая работа, достаточно хорошая зарплата. У меня было много друзей, у меня было чудесное, увлекательное хобби. То есть жизнь была прекрасна. И планы, конечно, были грандиозные. Я откладывала деньги и хотела купить себе квартиру в центре Луганска. Но сложилось, как сложилось. В один прекрасный момент откуда-то взялись люди, которые решили, что они тут хотят создать какую-то непонятную для меня республику, хотят чего-то, я не понимала на тот момент чего. Я не воспринимала это всерьез. Я думала, что, в принципе, сейчас непонятная нестабильность, блокировка, там вот эти шины, перекрытие дорог и бегающие странные человечки с оружием. Месяца два-три все успокоится, все наладится, все вернется. Но нет. Первый обстрел по гранзаставы на квартале Мирный начался рано утром 2 июня. Это соседний квартал от меня, где я жена. И, собственно, я проснулась от непонятного шума. То есть что происходит, я сразу не поняла. Моя подруга, которая находилась на квартале Мирный, она говорит, я сейчас с дочкой лежу на полу, потому что у них квартира выходила окнами на гранзаставу. Говорит, тут у нас стреляют. Точно такие же сообщения были написаны других друзей, которые жили на квартале Южном. Мирный, Южный, посредине он такой, как лес. И вот тут по гранзаставу. То есть люди там пытались выжить. То есть они попадали под перекрестный огонь. Стреляли, естественно, сепаратисты с домов, просто прячась за мирными жителями. После этого я просто села за свою швейную машинку и начала своим друзьям отшивать балаклавы. Я ходила по всем швейным магазинам, забирала последние какие-то отрезы ткани. Я написала диплом, но банально я его не успела защитить, потому что у нас тоже в чатике моей группы было написано один из дней, что девочки, защита откладывается на непонятный срок, сепаратисты заняли библиотеку и наш корпус. Весь наш факультет экстренно эвакуировался. Я приняла волевое решение, пришла, поговорила с арендодателями, сказала так и так, ну как бы мне нужно выехать. И я упаковала свои вещи, просто оставила в квартире на всякий случай, в чемоданах. Взяла с собой кота, швейную машинку, диплом, документы. И вот в чем была, собственно, в том и поехала в Харьков с условием на пару месяцев дописать в тишине диплом, подготовиться к дипломной работе, к сдаче. Ну и, собственно, я до сих пор не вернулась в Луганск. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. У нас была очень тяжелая ночь, мы приехали в Лаксов, муж сдавал, не муж, извините, молодой человек мой сдавал на права. Он очень сильно из-за этого переживал. Дочь очень тяжело пережила свою такую длительную первую поездку. Ночь у нас была почти бессонная. В 6 утра мы проснулись, чтобы пойти позавтракать и собираться сдавать этот экзамен. И мой молодой человек, Лейф Эрик, он листал новости в этот момент. А я кормила грудью ребенка. Это был последний раз, когда я кормила ребенка грудью. Следующее, что он мне сказал, это не открывай новости. Ну, я как бы, я еще так посмеялась, говорю, ну, что ты, что за бред? Дальше это был звонок маме. На заднем фоне это вылазь ирена, крики людей. Я помню плач мамы, крик в трубку о том, что везде кровь, я держу ребенка на руках, я просто понимаю, что я готова сейчас без одежды, без ничего, просто запрыгнуть в машину и уехать туда. Через два часа дочь проснулась, голодная, я поняла, что мне ее кормить нечем. Следующих три дня связи с Львовом не было. Бомбежки продолжались, по-моему, два или три дня следующих, я имею в виду область, что-то падало на Львов, что-то падало на аэропорт, на закрытый аэропорт. Это был паралич, полный, это был шок, это была истерия, это было все в одном. Принять, мыслить, принять какое-то решение или мыслить вот правильно на тот момент было просто невозможно. До 24 февраля я не верила, что что-то произойдет, именно то, что произошло и то, что происходит сейчас. в 24 году на протяжении уже больше двух лет. У нас есть знакомая подруга, и она мне писала буквально за пару дней, наверное, до 24 февраля, она спрашивала, как ты спишь, ты новости читаешь? Я говорю, ну, как бы, я в них живу, потому что вся моя семья, она там, она в Украине. На момент 24 февраля, ну, то есть родители были, да, на оккупированной территории, вот там жили. Дарья в Харькове, сестра моя и племянница, они жили в Северодонецке. А 24 февраля меня разбудил Тимофей и сказал, звони Даше, там война. Я позвонила Даше, она, она, Даша у меня, конечно, молодец, она переживает, в феврале 22-го года для нее уже Вторая война, второй приход русского мира в нашу жизнь. И она очень быстро, ну, как бы, сориентировалась, сообразила, что надо делать. Она собрала документы, деньги, кота, подругу с вещами, села в машину и поехала в Полтавскую область. Утром, да, они проснулись, ну, в Харькове, в Харькове, на Харьков летели бомбы. То есть, это был звук, ты звонишь по телефону, ты это слышишь на той стороне. Это было, конечно, ну, непередаваемое ощущение. И месяц, целый месяц, мы, он, как бы, я не знаю, как это сказать, это он просто, жизнь вообще просто на паузе, ты не живешь. Я не помню, спали ли мы или что мы, это, в общем, мы пытались. Все наши знакомые, которые были в Днепре, в Одессе, в Киеве, в Харькове, все попали под вот всю эту, в дом, ну, не прилетала в дом моих родителей, прилетело, короче, вот прямо у нас под балконом растет дерево, росло дерево. снаряд прилетел в это дерево, соответственно, естественно, вылетели все окна, все балконы и так далее, это как раз под нашим подъездом. То есть, в общем, у меня были с одной стороны и с другой стороны, в общем, ну, война везде. Вечером перед этим днем у меня был урок английского языка с моей учительницей в Одессе. Мы обсудили выступление, долл этот лонгрид президента Российской Федерации и она так очень скептична была, она говорит, завтра, наверное, начнется вторжение, завтра начнется война. Я говорю, да ладно, ну нет, ну что ты, это же 21 век, ну как бы цивилизация, Европа, ну нет. Она такая, ну посмотрим, но мне очень страшно. Я говорю, ну хорошо, посмотрим. И как бы, ну, мне прям не верилось, то есть, это звучало, как какая-то плохая шутка. И я просыпаюсь утром, просто захожу в инстаграм, и первое, что мне выскакивает, это выступление нашего президента Зеленского, что, ну, граждане Украины, вот у нас началась война и так далее. И я сразу же бужу своего парня, говорю, звони родителям, спрашивай, чего, как, что там, пусть выезжают, потому что, ну, они в Луганской области, украинской части, жили. Ну, и мы понимали, что Луганская область, вот эта первая часть, она упадет первая, то есть сразу же там нужно вставать, брать свое ничего и ехать. Вот что делать дальше, какие последующие шаги, понимания особо вообще не было никакого. Уровень стресса был максимальный. Первые несколько дней, наверное, дня два, три, я их практически не помню, потому что я была в таком, вот, в каком-то непонятном состоянии. Единственное, что мне пришло в голову, я написала Мише, это, он, он украинец, он работал на тот момент гидом в Лунгербюне. Я у него спросила, Миш, ты в ближайшее будущее едешь в Баренцбург? У меня к тебе просьба, ну, пожалуйста, я нарисую плакат, повесь, пожалуйста, на консульство. Почему-то в голове было, мнение, что россияне не знают о том, что Путин решил сойти с ума и, как бы, убивать украинцев, вот, прям, по полной в таком масштабе. И мне почему-то наивно казалось, что сейчас, вот, ну, вот сейчас, сейчас, вот, как все выйдут в России, вот сейчас, как наваляют этому правительству, ну, они же, ну, как же, им же ж не может быть на смерти людей, которые они нас постоянно называли братьями, ну, то есть, как бы, ну, надо же как-то докричаться, надо же говорить об этом. Миша на следующий день поехал, повесил плакат, он провесил буквально минут пять, он сделал фотографию, я, я на страничке, на стене консула написала пост, вот этот вот, ну, а потом посыпалось, посыпался буллинг, естественно, оказалось, что мы сами виноваты, и нас нужно убивать, и так далее, вот. Татуировку я сделала в двадцать втором году, в ноябре месяце, когда я была в Украине. Это как дань памяти моему другу, которого убили в Еленовке, в тюрьме. Он служил воинской части в Мариуполе, в Азове. Он был в окружении, на Завстале, прошел, в общем, весь этот ад, и когда они выходили под условные гарантии безопасности в плен, их увезли в Еленовку. Последний раз он на связь уходил перед, и после, как бы, ничего было неизвестно, ничего не знала. Новость, которая именно попала мне, скажем так, на глаза, это был список военнопленных, погибших в этом теракте со стороны России. И, собственно, в этом списке я увидела его имя. когда я поехала в Украину в отпуск, я сделала такое тату в память о своем друге и в память о том, чтобы никогда не забывать, что делают россияне с нами и с нашей страной. идеология арктик-пипл-дизайн заключалась в том, чтобы шить качественные, уютные, красивые вещи, которые бы оставались у людей в долгой памяти и в долгой эксплуатации. Мы же очень хотим все-таки, чтобы эти вещи были сделаны в Норвегии, сделаны руками нас, живущих в Норвегии и норвежцев, которые, возможно, тоже будут у нас появляться в компании. Мы очень хотим, чтобы связь с местом была максимально глубоко. Собственно, если здесь посмотреть, арктик-пипл-дизайн created in the heart of the Arctic и с Вальборд, Норвегии. То есть, причем даже вот тут 78 и малюсенькое сердечко. Она настолько малюсенькое, что, в принципе, не видно, что это сердечко, но мы знаем, что там есть сердечко. Почему? Потому что мы любим Арктику, мы очень очень любим место там, где мы живем и, собственно, на все мелочи. И сейчас новые лыбочки заказываем теперь с нашим новым домом в Меховне. Практически полностью вся вышивка на Люде. Люда у нас теперь вышивальщица. На шапочках шумает. Да. И Люда делает много красивых красивостей на шапочках. Нам на Скоро там еще больше красивых красивостей. В общем, это свальбард в украинских цветах. Это у нас механ. Вышитый есть сейчас сюжет, который точно будет самым популярным здесь в Меховне на полуострове Нуршин. Это вот тот самый северный маяк Шветнос, куда вы завтра поедете. Да, мне сейчас иногда от этого не хватает какого-то солнца, хочется посолнечнее. Но это так вот. Зато ты ощущаешь этот приход весны, эти вот цветочки. Прошлая моя весна здесь, это была... Тимофей смеялся, потому что я говорю, посмотри, какие... Посмотри, и вот это вот... А смотри, смотри, рябина цветет. на свальбарде же нет абсолютно тундра и очень-очень бедная тундра. А то здесь по сравнению со свальбардом это просто оазис. Если подольше постоять, то можно увидеть и гидов, и дельфинов. Сегодня такое немножко волнующееся море. А вот в прошлом году мы были, поднимались на маяк в июле. Было очень тихо и солнечно и мы следили за китаром. Место фантастическое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok